Мы уже неоднократно сказали в наших прошлых уроках, что в этом мире существует, можно сказать, две школы. Школа Абрамовину и школа Эсова. И мы неократно объяснили, что разница между ними, какое направление живет в принципе человек. Живет ли человек с намерениями, целями своей жизни, отдавать, или же он живет с целями, чтобы принимать? Абрамовину и все его ученики, все его дети, эти люди, которые хотим отдавать в этом мире, чтобы была странная задача, как Абрамовин этого делал, не ждать и не думать, что кто-то к чему-то обязан нам. В отличие от всего, Эсов, это человек, и урок, и учение, и направление, которое Эсов в этом мире на самом деле привез, это было принимать. Все обязаны мне, родители мне обязаны, моя жена, мои дети, весь мир обязаны мне. Я никому ничего не обязан. Нету это понятия никакого хеседа, нету понятия отдачи кому-то. Это две разные направления, которые мы неоднократно упомянули в наших уроках. Сегодня мы хотели бы с вашей помощью добавить к этому еще один слой, то, что на самом деле этот мир и, в принципе, человечество тоже делится на самом деле на две части, на другие две части. А именно эти две части, которые мы с Божьей помощью сегодня собираем с вами пройти, эти две направления, которые берет начало и корень нашей недельной главы Парашат Олдот, направление Якова Вину и направление своего брата Эсова. Конечно же, и в Якове, и Эсове, как мы уже сказали, и в Авровавину, и это все, конечно же, все связано. И мы однократно видим этот момент, принимающий или отдавающий именно стороны. Но мы замечаем тоже в них невероятно большой урок, невероятно большое разделение этих двух братов. И с вашей помощью, может быть, еще посмотрим. то, что к этим дум-дорогам на самом деле относились тоже поколения, как бы, до этого. Но тут четко, ясно, на самом деле, выражается и мы это разделение, мы видим чрезмерно, явно между думе-направлением, между этими думами-направлением. До того, как мы зайдем в теме, о чем я имею в виду, речь, и о чем идет именно речь, я бы хотел бы чуть-чуть раскрыть сначала историю Эсова и Якова, который Парашютов нам рассказывает. И заметим то, что, на самом деле, вся эта история, которую мы выйдем с Яковом и Эсовом, задается тут очень много вопросов, которые человек, считающий даже с первого взгляда, не надо чрезмерно глубоко зайти внутри, сразу же, наяву, прямым образом, задается очень много, на самом деле, вопросов. Начнем с того, как Яков и Эсов, они в утрове Ривки. Ривка не знает, что у него есть близняшки. И они начинают бороться внутри. Ривка не знает, Ривка думает, что это один ребенок. И описывают нашим мудрецы, когда ребенок ходит, когда Ривка ходила на стороне Абвадазары, возле... то ребенок хотел выбежать. У него там ударялся, ударялся, хотел именно выбежать. Когда Ривка ходила возле Батэ Митра Шоу, Батэ Книсиот, возле синагоги, и Думы Учения, то тоже хотел выбежать. То Ривка не поняла, как это может быть один ребенок, который сам с собой недоволен, сам с собой противоречит самого же себя, и хочет туда, и хочет сюда. И боли, которые она переживала, до того момента, когда она пошла к Шему, сына Нуаха, объясните, что с ней происходит. И говорит ему Шем, ей Шем, то, что на самом деле это не один ребенок. У тебя есть двое детей. Ты ожидаешь близняшков. Но здесь близняшки это необычные близняшки. Обычно, когда у человека рождаются близняшки, они чрезмерно связаны, они чрезмерно любят друг друга, у них есть особенный связь. Даже мы сегодняшний день видим, как близняшки чрезмерно из особенной какие-то связи, когда одному больно, другому больно, когда одному что-то есть какой-то связь. Здесь что-то говорит другое. Здесь они с того момента, как они выйдут, они уже разделяются, они две разные пути они берут. Две разные народа и две разные идеологии. Две разные королевства, которые выйдут из тебя. Две разные идеологии. Это то, что говорит Шем, сын, Ноаха. Знает то, что это необычная беременность, это необычные дети. Этим, конечно же, рифка имена аля Шалома успокаивается, понимая, что это не один ребенок, который сам собой борется, не понимает, пойти туда или пойти сюда, или что с ней. Понимая, что окей, есть две разные как бы, две разные дети, которые, две королевства, две идеологии, рождаются. Вся так. Посмотрим дальше. их не рождение, они рождаются. Выходит первый, который написывает четким образом, выходит первый, полностью красный и называет его эсав, уже полноценным ребенком называет его. И за его пятком держится его брат. Это странный народ, роды. Мы знаем, что были тоже странные роды у Тамар. На следующих парашют мы посмотрим, как Тамар рождает, тоже рожает уже близняшков. Они, конечно, были двое праведников она рожает, но тоже очень интересным таким образом, особенным образом, тут тоже близняшки, но рождается тоже особенным образом. Яков держит за пяткой эсава. Что тут происходит? И Тора это описывает, дорогие друзья, это не мидрешим, это не рассказы, которые устные Тора. Тора четким образом написывает нам. И мы даже задаемся вопросом, как он держится за пяткой, что он хотел. Они борются в утробе. Они потом выходят рождается странным образом. Один рождается полноценным, полноценным, как будто все, которые видели, каждый человек который видел, видел, это полноценный ребенок, вес красный, вес, как будто столько волос был, как будто на него было пальто, у него одето пальто мехом, меховое пальто. Ходил, ребенок так родился, полноценным. Яков его с другой стороны, держит за пяткой эсова, и выходит и кто? Он простой, халак, без волос, без ничего, гладкий. Это нам важно, разве это, что это хочет все эти вещи объясняют нам, что это тут вообще происходит. Две королевства, беседы, но эти все детали, мы понимаем, что тут есть много чего, о чем подумать и посмотреть, что действительно идет тут речь, о чем идет тут речь. Идем дальше. Обисов Тора то, что мне Эсав, когда они выросли, Эсав и Яков, они были одинаковые, написано на Мидраше. Они все было идеально, все было хорошо. Адем были одинаковые, одинаковые, дорогие друзья. 13 лет, каждый решает свой путь. Эсав идет, идет в поле, и человек в поле, Эсав, Яков сидит в шатрах, в шатрах Тора. И потом история, история, как Эсав возвращается и очень уставший, Яков готовит еду красную, когда мы рассказывали, что это был день, когда Аврома вину скончался, это был день траура. И Эсав возвращается и говорит, что дай мне от этого красного открою я рот и просто налей меня, как Мидраше описывает, как у верблюда заливают его в рот, то, что заливай мне пожалуйста эту еду. И Аквавина говорит, пожалуйста, я могу это сделать, только продавай мне твое первенство. Он говорит, первенство, зачем мне мое первенство, я так или так умру. И дай мне эту вещь, пожалуйста, продавал, он продал на свое первенство. И написано Тора четким образом, покушал Эсав, перебрек и ушел в этом воежд, воюхал, воежд и покушал и попыл, вояком воелих и встал и ушел воеваз Эсав и вахура и перебрек он свое первенство. И дальше же мы перейдем уже о так как берет благословление, которое Исхака венол ваше шалом их отец хотел давать на самом деле Эсава и как он на самом деле берет эти благословления. Мы не зайдем в это, но все знаем эти истории. Дорогие друзья, это я вкрасе рассказал просто чуть-чуть чтобы вспоминать и задавать вопросы то, что что-то вообще происходит, что они хотят друг друга, чем они не делятся, в чем они Якова вину держатся в утробе, потом они выходят, каждый выбирает свой путь, бесседр, понятно, потом он покупает таким-то образом это первенство. В чем особенность этого первенства? Что хотел Якова вину всего этого? И вообще понять, в чем эти две идеологии на самом деле выражаются? Тут на самом деле есть много о чем поговорить в действительности, есть много сторон этого всего, в чем было на самом деле разделение этого Якова. Но корее всего этого, дорогие друзья, заключается в том, то, что мудрецы в Ялько Чимони это приводит тоже Раши описывает нам то, что разногласия уже с того момента, когда Эсов и Яков они были в утробе у Ривки заключается в том, то, что они хотели разделять этот мир и будущий мир. Это была вся борьба. Борьба в утробе матери, в утробе Ривки была именно об этом. Кто получает этот мир и кто получает будущий мир. И давайте посмотрим, сейчас медрешеем, посмотрим в комментаторах, как Эсов и Яков они выбирают свои пути. И эти пути, дорогие друзья, настолько важно, что мы знали, что мы осознали, то, что особенности, когда мы живем в Германии, особенности, когда мы живем в странах Эсова, чрезмерно важно понять, где мы на самом деле находимся и где берут на самом деле корень этого места, вся Европа, вся цивилизация, Америка и так далее, откуда берут на самом деле они все эти корни. В еврействе один из сильных моментов это то, что Тора это аксиома всех вещей, которые придут на веки веков. Это все описывает на самом деле. Когда мы хотим понять, какую-то вещь корни его дела, сначала посмотрим в Торе, мы узнаем сразу же. Мы хотим понять наши дорогие братья и шмалиты, как они себя ведут. Давайте посмотрим, как их прав, дедушка, дедушка, и шмаль, как он вел себя. Одинаково, одинаково мы посмотрим, одинаково они ведут себя. Посмотрим Эсов, как вел себя, посмотрим, как они ведут себя сегодня. Мы хотим понять, какой-то народ, какой-то вещь, что будет в будущем. посмотрим в Торе и все знаем. Тора на веки веков. На веки веков, дорогие друзья. И корень Эсова берется именно в нашей недельной главе. И, конечно же, дальше посмотрим, начали, прошел Мидра Блезер. То, что, когда Якова войну, извините, Исхака войну получил этих двоих детей, Эсов и Яков, Яков, Исхак, конечно же, делал бритмилу обоим. Обоим. Но что? Написано в Мидрше Пиргадр Блезер то, что Другими словами, он не продолжил делать бритмилу своим детям. Сказал, я не хочу. Я не хочу бритмилу. Кешимша Мааза Тобихура точно так же, так как он перебрег первенство, точно так же, таким же образом, Эсов не делал бритмилу своим детям и всем дальнейших поколений. И до сегодняшнего дня посмотрим потомки Эсова, которые это Европа, Америка, как мы уже упомянули, нет у них этой культуры делать бритмилу. Мне смотрят на то, что они берут корень у Эсова. Эсов, их отец был Ицхак. Ицхак делал, а Ишмаэль до сегодняшнего дня они делали на самом деле бритмилу, потому что их не про отец, он сделал бритмилу. Эсов, он перебрег, наши мудрецы описывают нам, он перебрег точно так же, как он перебрег первенство, и таким же образом он перебрег бритмилу. Иакова давали бритмилу, а Иакова вину держался за бритмилу и он делал бритмилу своим детям и своих внуков. И дальше именно продолжается и он объясняет именно дальше. Значит, первая же вещь, уже понимаем, то, что Иакова не хочет иметь отношения с тем, чем, в принципе, его дедушки, прадедушки, они имели на самом деле себе корень. Он говорит, бритмилу, я не хочу. Бритмилу, я не хочу. Песады, пойдем один шаг вперед. Наши мудрецы описывают то, что когда Эсап возвращается с Поли и Иаков, Иакова вину, он делал эту еду, потому что это был день смерти Авраама, то написано очень интересный Мидраш. То, что Эсап приходит и спрашивает, то, что почему ты делаешь эту еду? Говорит он ему, говорит Яков ему, Амарло шамит луазакэнь. Наш дедушка Авраам, он скончался. Дедушка, твой дедушка скончался. Амарло бил туазакэнь, пагамиде тадин. Наш дедушка Авраама тронул суд, значит, он скончался, такой правильный, человек был Авраама, вину, и он скончался. Амарло хин, да, скончался, конечно, все умирает. Он не должен вечно жить. Смотрите, дорогие друзья, как выражается Эсап. Амар сказал Если это так, то не существует в этом мире оплата за добрые дела, и не существует воскрешения мертвых. Другими словами, он сказал, что в этом мире нету на самом деле правосудия. Нету правосудия. Нету правосудия, значит, нету Творца, который управляет всеми этими вещами. И значит, тоже нету будущего мира. Если наш дедушка умер, значит, этих вещей уже не может быть. задается себе вопрос, извините меня, а что Эсап на самом деле думал? А что он думал, что его дедушка будет жить на веки веков? И тут приходит, дорогие друзья, он отрицает весь будущий мир. Он говорит, нету будущего мира. Говорит нам Байталеви, то, что Авраам, Аврааму было сказано, что твои дети, они будут рабами. 400 лет. Но Аврааму было сказано, что через его детей начнется на самом деле этот 400 лет страдания. Он сказал, сейчас Авраам скончался. И было Ицхаку тоже сказано, что через одного из детей пройдет на самом деле линия, которую на самом деле Авраам выбрал. И значит то обещание, то всех вещей и шибут и страдания, которые должны пройти через 400 лет тоже пойдет через только часть Авраам Ицхака, но не полностью весь Ицхак. Бейцхак и Карашимха. В Ицхаке, но не полностью говорит Ицхак. Частично. Значит один из детей. Нет. Теперь когда Эсав увидел то, что Авраам обед скончался, он понимает то, что сейчас значит должен начаться или он или Яков они должны быть сейчас пойти именно в изгнание через них. Сказал в этот момент Эсав Я не хочу иметь никакой связи с моими предками Авраама. Я не хочу иметь ничего, потому что я не хочу эти страдания. И эти заслуги тоже. То, что придет после этого. Другими исламами он отрицал в этот момент полностью говорит нету будущего мира, нету ничего, у меня нету никакой связи, я отхожу полностью от от дороги выбрал я отхожу. И остается что? Остается эта вся дорога дорогие друзья Якуба. Остается вся эта дорога Якуба говорит ему говорит что продавай меня пожалуйста твое бехворство что была особенность в этом первенстве первенство была особенность то что первенцы поскольку они были первыми над детьми то они должны были в принципе были подходящие для служения творца а в нашем случае для продолжения того благословления того избранности который Ашем выбрал Аврагам через него который произойдет весь еврейский народ через него который произойдет будущий мир воскрешение мертвых Машиах Бетамикдаш Дарвание Торы все эти гигантские вещи должны были произойти через него а Исаав отрицает этого всего Исаав говорит я не хочу это все И Аврам когда Яков говорит ему то что продавай мне свое бехорство значит дай мне вот этот эксклюзивный вещь который есть особенность у бехора потому что мы уже сказали в прошлых неделях как Митреш выражается то что Яков сказал как это может быть этот раша это злодей и он будет служить в храме и он будет привести именно жертвоприношение тут на этот момент Исаав спрашивает его говорит бехорство зачем мне бехорство а ты должен бетамикдаше служить это каждый вежу это может быть смертель и опасность если ты неправильно ведешь себя если ты делаешь грехи и так далее это может быть очень опасно а говорит я так или так умру я все время поле и так далее я не хочу и что мы скажем дорогие друзья и он хотел он продал свое бехорство весь INTERESAVLENIA только потому что он был сейчас он хотел кушать тора специально пишет после этого после того как он продал что мы не думали о том у нее было жалко потом даже жалости не было у него даже не было жалко что он продал свое бехорство и свое первенство потому что тора art говорит что после этого он продал встал и ушел поле опять продолжит свою жизнь как у нее было И там пренебрег Свой первенство полностью Он говорит, значит, другими словами Я не хочу со всеми этими делами Все то, что связано с Творцом Все то, что связано с будущим миром Все то, что связано С благословением Авраама Избранности, не хочу этого всего И он берет свой путь И он берет свой путь, дорогие друзья И он даже не жалко После этого Конечно же Мы дальше видим то, что Камера нам описывает То, что он в конце концов, когда скончался Якова Вину Он да хотел На самом деле сказать То, что Бехура на самом деле принадлежит мне И так далее, зайдем в это Но это то, что мы видим Он пренебрегает Бритмилу Он отрицает Что? Он отрицает Весь реальность будущего мира Он отрицает все Он говорит Он Всего этого на самом деле не хочет Не только этот Пойдем и посмотрим, дорогие друзья Что говорят нам наши мудрецы В Мидраж Парышат Мишпатим Невредная вещь Невредная вещь Невредная вещь Пемет Когда Ицхака Вину скончался То Яков Ицхак Они пришли похоронить Ицхака Где? По Маратам Ахпела Маратам Ахпела Это было место Где Аврамовину Уже Парышат Хайсара Купил И Это Маратам Ахпела Как мы знаем До сегодняшнего дня Мы можем пойти В город Хеврон И Там Похоронены Адам и Хава Первые люди Перетворения Творца Адам и Хава Там похоронены Сара и Ривка Ицхак Аврам и Сара Извините Ицхак и Ривка Яков и Леа И По Мидражу тоже Голова Эсава На самом деле Находится там Но Это место Который купил Аврама Вину Это было место Чрезмерно особенное И Каббала Очень много На самом деле Сильно Как бы Описывает Особенность На самом деле Этого места Это не простое место Это не непростое место Дорогие друзья И давайте посмотрим Тот момент Когда Эсав И Яков Они хотят похоронить Ицхака Что произошло там Говорится То что Во время когда умер Говорит Ицхак Пошел Яков и Эсав Они все Говорит разделили Все разделили При Гидра Белезер Написано Там то что они разделили Абсолютно весь Израиль Подделили они Весь Все богатства В принципе Азнатинчал И делал идолблоконство И так далее Пять раз Запретов И так далее Иш Садот Он говорит Развращал Именно Девочек И возил их По полям И так далее Делал там ужасные вещи И убийство И убийство Они говорю И идолблоконство И все эти вещи Было в этом Он говорит Он возьмет Он придет Сейчас такой злодей И он будет Бемаратом Ахпела И будет Говорит у нее Живе здесь С этими цадиками Которые здесь Похоронены Что сделал Якова Вину Сразу же взял Все деньги Которые были У Якова Вину И он поставил Прямо перед лицом И как мы знаем Человек который Видит деньги Деньги Соболзняет человека Ахи Говорит Яков Мой брат Хелекше Лиха бемара Зо тирце У Акесе Вазавазе Может быть ты захочешь Часть Которая принадлежит тебе Бемаратом Ахпела Или Ты захочешь Эти деньги Петуша Мора Иса В этот час Сказал Иса Говорит Место похоронения Говорит Везде находится У Башвили Кевер Эхач Шли бемара Они Мебет Коль Мамон Азе И Ради одного Места В этом Моратом Ахпела Вместо похороны Моратом Ахпела Я откажусь От этих Больших денег Сразу же взял Все деньги И отдал Весь Моратом Ахпела И это то, что говорит Яков Вину Йосефа Пекеври Ашер Карити Ли Этот кевер Похрани меня Где То место, где я На самом деле Приобретил На самом деле Это все Канити Энктивкан Эля карити Я не написано То, что я приобрел А карити Карити То, что поставил Просто так Передесом И он именно взял Он перебрегает Всеми вещами Все то, что связано Дорогие друзья Со святостью Все то, что связано Святостью Все абсолютно Перебрегает Эсов И давайте посмотрим Что говорят Нам Мощи Мудрецы В тот момент Тогда, когда Эсов Продает Своё первенство Когда он продает Своё первенство Что говорит он Якова Винвал вошел В Митреши Написано Два мнения Что хотел он Сказать Якову В этот момент Тут есть мнение Раб Йоханана И решила Кеша Что на самом деле Сказал он Яков Раб Йоханан Говорил То, что Амар Раб Йоханан Амар Миней Умин Патроней Написано В Торе То, что Минадом Гадом Азэ Эсов Выражается Когда видит Эта красную еду Он говорит От этого Красного Красного Минадом Гадом Азэ От этого Красного Красного Дай мне Дважды Выражается Красный В чем Значит Красного Говорится То, что Первое То, что Миней Уминя Патроней Объясняет Тут Раши Миней Ты Миней 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 Патроней И как Мы знаем Кто Нарушил Последний Храм Дети Эсова Дети Эсова Дорогие Друзья Титус Который Являлся От Рима От Рима Произошло Весь Эсов И Мы Сегодня Находимся Тоже В изгнании Эсова Который Этон Эсов После этого Якова Вилю Называет Этон Ты Красный Да Мы сейчас Поймем Почему Это Красный И откуда Это Все Берет Это Говорит Твое Мнение Значит Это Не Только То Что Говорит Дай Мне Покушать От Этого Красного Миня Дома Дома Зэ Дай Мне Из Всего Говорит Все То Что Тебе Принвежит Дай Мне Скушать Значит Он Именно Есть Олицетворение Этого Всего Решлакеш Говорит Миней Умин Диковатый Дай Мне Скушать От Тебя И Все То Что Похоже На Тебе Объясняю Тут Раши Цадыки Шекамоха Таким же Праведниками Так Как Ты Как Мы Знаем Раби Ишмаэль Ихавираб Которые Мы Знаем Ассарар Гемалхуд Десять Величайших Самудрецов Которые Со Времен Десять Колен Дорогие Друзья Будьте внимательны Со времен Десять Колен Дети Якова Не были Такими Святыми Людьми Как Поколение Которое Было В конце Второго Храма Раби Ишмаэль Раби Акива Которым Израилем То что Дети Эсова Брутальным И страшным Образом Убили Дай Мне Покушать Что Дай Мне Сесть Твой Кров Твой И Все Такой же Как Ты Таких Живно Праведников Все То Что Красный И Это То Что Он Говорит Ему Да Дай Мне Из этого Красного Красного Почему Выражается Именно Красным Образом Теперь Смотрите Дорогие Друзья Что Написано У Адом Он Является Красным Эдом Тавшилю Адом Его Еда Красный Арц Адума Его Земля Оно Тоже Красный Красный Я не знаю Насколько Это правда Говорится Как говорят Не знаю Потому что Все страны Где есть Красный Флаг Говорят Что Это Выходит Они Потомки От Эсова Я не знаю Насколько Это Правда Не могу Найти Это Нигде Насколько Мудрецов Это Но Говорится То же Земля Эсова Оно Говорит Красный Гиборав Адумим Его Великие Люди Его Силачи Они Тоже Говорят Красный Лебушав Адумим Его Одежда Говорит Красный Поре Амимену Адом Мальбушо Бельвуш Адом От него Говорит Тоже Будет Отплачиваться Говорит Адом Красный Бельбушав Адом Красный Говорит Одежда Это уже Приход Именно Машех Кто Будет Отомстить Именно Яков Эсова За все Плохие Вечи Это Приход Машеха Это Уже Конец Но Что Дорогие Друзья Наши Мудрецы Описывают То Что Со Всех Сторон Мы Видим Эсов Связан С Красными Его Сторона Говорит Красный Он Ест Красный Его Еда Говорит Красная Все Берет Корен Красный От Чего Что Тут Происходит Что Что За Красный Почему Это Все Так Смотрите Дорогие Друзья Зайдем В корни На самом Деле Вещей Мы Сейчас Поймем Невероятно Большая Вещь И Может Многие Вещи Устаканится Может В голове История Которая Произошла С Еврейским Народом И Мы Увидим В конце Как Яков И Эсав Это Две Абсолютно Разные Не то же Культуры Не то же Две Королевства Абсолютно Две Разные Существа Которые Дают нам Больше Хизук Быть Больше Похожи На Яков Абину И Быть Больше Именно Похожи Быть На Наших Напрадцов Дорогие Друзья Посмотрим Как Рабину Бахай Объясняет Это Все И Дает Нам Чуть Глубокие Каббалистические Объяснения Но Кажется Но стоит Один раз Просто Понять И Знать Куда На самом Деле Корень Всех Вещей На самом Деле Берет Дорогие 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 Друзья Яков Это Эсов Извините Написано Про него То Что Он Был Чрезмерно Хитрым Он Был Цайт Впиф Он Обманывал Своего Отца Через Свой Разговор Как Наши Медреце Описывает То Что Он Спрашивал Своего Отца Ицхака Папа Как же Нужно Отделить Десятину Для Соли Для Вещей Которые В принципе Вообще Абсолютно Даже Не нужно Отдалять Десятину Задавал Все Таких Именно Вопросов То Что Говорит Сынок Где Ты Был Сегодня Я Был Дмитраж Я Учился В Ешиве Я Был Там Я Знаю Яков Афину Он Обманывал Яков Афину Извините Ицхака Своего Хитрым Своими Разговорами Постоянно И он Этим Извините Описывал Нашим Мудрецы То Что Он Этим Как бы Отдавал Якова Шохат Он Отдавал Брайбери Это По-русски Это слово Эм Откат Не знаю Какое-то слово По-русски Он Отдавал Этими Словами Чтобы Захватить Сердце Именно Ицхака То же Самое Когда Мы Видим Когда Яков И Приходит Яков Что Он делает Что Он Делает Да Дай Мне Чуть Я Тебя Дам Я Тебя Дам Хочешь Дай Чуть Деду Бехора Без Проблем Возьми О Взятка Спасибо Взятка Он Хотел На Взятку Он Все Время Все Время Даешь Ему Взятку Он Отдал На Яков Взятку И Он Себе Тоже Берет Взятка Дорогие Друзья Берем Виду Что Это Все Просто Так Давайте Посмотрим Что Пишет Нам Рабину Бахай На этом месте И Мы Смотрим Рабину Бахай Что Тоже Как Эсав Он Был Человек Который Дел Брал На Взятку Мы Находим То Что Их Поколение Точно Так же А Люди Которые Принимают Взятки Они Любят Принимать Так Как Написано Про Эсава Дай Мне Открой Рот И Дай Мне Вот Это Рот Открой И Поставь Мен Налей Мен Во Мне На Еду На Взятка И Теперь Говорят Рабину Бахай Вهم Можхим Кох Мин Ассар Шел Ахим И Они Берут Свой Силу От Ихна В Ангела Шоу Мекабэл Шохат Бо Йом Кипурим Который Принимает Взятку В день Йома Кипурим Как мы знаем Дорогие друзья Во время Бетта Микташа Был Один из работ Коин Готов Должен был бы Делать Он должен был бы Взять Две Козленки Два Козленка Один Для Шема Один Для Азазель Это Азазель Это Была взятка Для Сара Для Ангела Эсова Это Была Взятка Для Него Мы Не зайдем Сейчас В глубине Всего Этого Из Глубой части Объяснения К этому Всему Но Давали Именно Взятку Ему Он Говорит Точно Так же Как Ихний Ангел Берет Взятку Точно Так же Те Люди Которые Под Ихним Влиянием Они Тоже Берут Говорит Взятку И Тоже Так же Каждый Говорит Рабину Бахай Каждый Говорит Народ Он Принимает И Тянет Себе Силу От Ангела Своего Он Тянет Себе Силу От Своего Ангела И Дорогие Друзья Этот Ангел Через Кого Через Над Кого Именно Тянет И Берет Именно Сила Силу Сам Мена Эсав Этот же Ангел Который Дал Силу Первый Змей Чтобы Соблазнить Адама Ихава Этот И Есть Тот Сам Эхмем Который Мы Называем Все Время Он И Есть Ангел Эсава Он От Кого Именно Берет Именно Своим Корен И Он Есть Отец И Корен Всех Людей Которые Берет Выбирают Себе Путь Крови И Люди Которые Кушают Именно Этого Всего Убийство Варварство Это Все И Он Помогает Их Нем Коври Потом Потом Коври 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 Красные Чтобы Проливать Именно Кров И Он Есть Тот Кто Говорит Плохого Говорит Против Израиля Который Делает Бритмилю И Они Отдаляются Чтоб Кушать Кров Мы Есть Тот Кто Отдаляемся От Всего Этого Чтоб Не Кушать Кров И Не Проливать И Мы Делаем Именно Бритмилу И Он Хотел Что Как Мы Уже Сказали Дорогие Друзья Он Оповергнул Именно Бритмилу Потому Что Он Хочет Именно Пойти На Другой Стороне Мы Проливаем Кров Через Митцву Через Бритмилу Он Именно Говорит Постоянно Про Китрук Он Все Время В Шамаях Говорит Плохого И Говорит Плохих Вече Именно Про Бритмилу И Как Мы Видим Уже Дальше Сыновья Эсова Амалеким Как Они Делали Как Они Себе Вели Именно С Бритмилу Именно С Бритмилу Дорогие Друзья Когда Еврейский Народ Выходит Из Египта Именно С Бритмилу Они Говорит Резали Себе Бритмилу И Кидали Говорит Башамая Нагло Нагло Все Обзорно Именно Связано С Этим Потому Что Они Берут Как Свой Корен От Чего От Их Нагло Кушателей Крови И Проливания Крови И Против Чего Против Союза С Творцом Это Все И Что Он Не Хотел Им И Он Разрешил Им И С 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 Из-за Этого Не Держатся За Этим Это То Что Написано Про Детя Именно И Шмэля И И Хискэля Она Выражается Говорит Там Ты Говорит Ненавидишь Говорит Кров Да Кроме Небритмилы Кроме Небритмилы Идешь И Делаешь Мин Такие Вещи Одну Мин Кос С Небритмилы 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 Дорогие Друзья И Это И И Это Тот Корен Который Эссо Берет Именно Свой Корен В Себе То Что Откуда Именно Все Тянет Из-за Этого Говорится Все Абсолютно Красный А все Наши Мудрецы Что-то Говорят Все Красный Потому Что Когда Он Увидел Минадом Адом Азе Он Увидел То Что Все Красные Вещи В этом Мире Они Берут Именно Корен Именно От Этого Квах Измадим И Так Далее Это Созвездие Специальные Тоже Именно Связано Он Говорит То Что А Я Вижу Именно Корен От Этого Берет И Он Тоже Был Именно От Этого И От Туда Именно Эсов Именно Питается И Весь Проливание Крови И Дальнейшая История Которая После Эсов Происходит Именно Все Связано С Этим От Катайках Один Из Комментаторов Один Из Торгумников Торгум Юршан Пишет Даже Эсов Родился У него Была Объяснить Что это Значит Просто Чтобы Понять Но Дорогие Друзья Якова Вену Не Берет Этот Путь А Какой Путь Он Берет Путь Наших Братцов Авраама И Цхака А В чем Была Весь Корень Всего Махлокета Дорогие Друзья Корень Всего Именно Всего Эсов Пошел Под Другой Абсолют Дороги Я Не Хочу Будущий Мир Нету Будущего Мира Нету Ничего Нет В чем Можно Объяснить В двух Словах Корень Этого Несогласия Якова И Эсова Дорогие Друзья Корень Всего Этого Несогласия Заключается Заключается В том То что Эсов И Яков Они говорили И фундаментальный вопрос был в том Есть ли Жизнь После этой смерти Или эта жизнь Это есть Именно Наконец Эсов Живешь Скончался Чао Нету больше ничего Никого После этого Из этого Здесь Максимальное Минонаслаждение Зачем мне Маратамахпелла Зачем мне Маратамахпелла Зачем мне Этот Святой Ты говоришь Святой Вещь Пехорство Первенство Зачем мне Первенство Цадыгим Зачем Тебе быть Цадыгом Таких же Таких же Как ты Именно Чтоб Сожрать Это все Дорогие Друзья Показывает Именно Об этом Эсов Всего концентрация О том То что Концентрироваться На этом мире Здесь В этом мире И после этого Ничего абсурдного Не существует Якова Вину Это полная Противоречия Всего этого Говорит Шэм Ривке Ривка Знай У тебя Две народа Две культуры Две королевства Две королевства И тут очень интересно То что королевства Которые Обоих будут ненавидеть Посмотрят Как евреев Ненавидят За всю историю И как Эсова Тоже ненавидят Посмотрят Как Ишмаль Их ненавидит До сегодняшнего дня Как другие культуры Ненавидят И нас И Эсова Это так и есть И это все Берет корень Именно оттуда Якова Якова Винов Дорогие друзья Вся его концентрация В этом мире Вся его цель Это Будущий мир Якова Винов Как Тора Говорит Как он родился Он не полноценный Он гладкий Он гладкий Что это значит Полноценный Гладкий Что Тора Хочет вам сказать И он Держится За пятком Он держится За пятком Сейчас После того Как мы все это Объяснили Дорогие друзья Мы все это Понимаем Знаете Что это значит Что он полноценный Яков Эсов Он говорит Что такой же Он родился Такой же Он уходит С этого мира У него нет Куда продвигаться Значит Этот мир Он так построен Дорогие друзья То что в нас Есть тело И душа Когда мы не Даем нашей душе Развиваться То автоматом Человек дает Развиваться Своей теле Этот мир Этот мир Это то что продает Насаждение Этого мира И этому мира Есть куча Что на самом деле Продавать нам Не Понятно же Неразрешенным Способом Разрешенным Способом Проводать Все это можно И все это нужно Но это другая вещь Этот мир Продает нам Куча Куча Именно вещей Которые Человек может Очень сильно Соблазниться От всех Именно этих вещей Но что происходит Эсов говорит Это И все Больше Мой тел Он полноценный Он не растет Это все мои имена Реально Говорят в этом мире Яков Где он концентрируется Именно на этом Из-за этого Что значит Что он гладкий Он гладкий При рождении Потому что Его совершенство Он идет Именно перед смертью Он будет Только что Совершенным Эсов В своем теле Он уже совершен И сейчас Что Телесные его желания То что Так же Как он родился Он берет Он рождается Дай мне Дай мне Хочу кушать Хочу этот Хочу у нас Дождаться Все то что Естественными Силами Которые он родился Он продолжает Должить Яков С другой стороны Это не так Яков Это полностью не так Он растет Растет До такого момента Чем больше Он растет Чем у него Величие Получается Его души Его человечности Его предложение Творцу Он больше Подготавливается Будущему миру Он строит Свой будущий мир Потому что Все его действия Здесь направлены Именно с целями На будущего мира Из-за этого Он рождается Гладко Он рождается этим Он трогает Его за пятком Что это такое В прошлом году Дали объяснение Перед приходом Ашиаха Он говорит То что В конце Жди меня Сейчас Королевство твое В конце Я буду королевствовать И это есть И это Как мы видим Дорогие друзья Так как Тора уже сказал Четыре изгнания Мы сейчас В четвертом Мы в конце Четвертого Мы в конце В конце Четвертого И этот Именно закончится У Эсова Своё королевство И перейдет Приход Машиаха И будет королевство Именно У Якова Но есть еще Больше объяснение Которое мы сейчас На той теме На том направлении Которое мы сейчас Говорим Что такое пятка На всех вещей Топтать Это я беру За своими руками Это мне важно Это важно Якова И людей Которые идут По путям На Якова Это то Что нам важно Дорогие друзья Спрашиваем Что такое еврей Живем здесь В Германии Видим И Эсов Он настолько Продает нам Многих вещей Которые Иногда Мы даже Не думаем Настолько Мы Дышим Этими вещами К сожалению Мы даже Не понимаем Настолько Мы подглянем Я Тебе говорю Сегодня Ходил Говорил Человеку Даже Мы говорим Я религиозный Человек Соблюдаю Все Но Подумаем Столько Вещей Мы Взяли От Эсова И мы даже Не Думаем Об этом То Что Это Бэтсим От Эсова Никак Не связано С Яковом То Что Мы Смотрим А Мода У этой Фирмы Должен быть Босс Это Должен быть Гуччи Это Должен быть Это Извин Меня Кто Это Откуда Это Весь Корень Берет Тебе Это Все Эсов Все Хитсоньот Все Внешность А дом Красный Он Не смотрит Что Внутри Еды Ему Все Равно Там Мясо Или Чечевица Или Суп Красный Он Видит Цвет Он Всего Лишь Видит Оболожку Во всем этом И мы Что К сожалению Чистично Научились От Всего Эсов Себе Говорю Эммет Никому Никому Не хочу Нигде Делать Эммет Просто Взят Да Ты Хочешь Для Шабата Ну Что Такое Должно Быть Это Все Эсов Это Маленькая Вещь Это Маленькая Вещь Может Но Есть Больше Именно Паралеватичные Виновещи И более Многлубокие Виновещи Куда Идем Концентрация Куда Идем Концентрация Концентрироваться Здесь Или Концентрироваться На направлении Будущего Мира Дорогие Друзья Это Основной Фокус Это Основной Именно Разница Яков Вину Берет Всех Вещей Которые Эсов Меня Топтает Это То Что Он Топтает Он Берет На Себе Руки Это Будущий Мир Где Сидит Яков Вину Шатрах Шатрах Чего Изучение Торы Он В поле Идет Он В поле Идет Построить Этот Мир Строить Быть Больше И Дорогие Друзья Говорит Нам Клиакар Пойдем Чуть Назад Приблизительно Две До того Тому Назад Как Родились Яков И Есов Аналогичные Два Брата Были Тоже У нас Торы Кайн И Хевель Дети Адама И Хавы Прочей Сын был Кайн Но Поколение После Адама И Хавы Дорогие Друзья Не Было Кроме Них Никого Обзора Во Всем Планете Они Пошли Разделили Всю Планету На две части Кайн Взял Себе Эту Землю Все Тоже Связано Землей А Хевель Пошел Взял Быть Пастухом Животных Говорит Нам Клиакар В чем Было Разделение Между Кайн И Хевел И Как Мы Знаем В конце Коцов Когда Они Приводят Жертвоприношения Кайн Приводит Из Пиштан Из Самого Плохого Отхода От Земли И Этот Хевель Приводит Из Самого Лучшего Из Разделение Земли Или Животных В чем Был Корень Этого Всего Говорит Нам Клиакар Это Не Было Просто Так Это Не Было Просто Так Знаете В чем Было Разделение Разделение Было В том Существует Ли Будущий Мир Или Нет Кайн Говорил Существует Только Этот Мир Из Затого Я Тоже Построить Этот Мир Зачем Мне Будущий Мир Нет Олам Аббан Нет Жизни После Этого Мира Этот Мир Человек Рождается Умирает Чао До Свидания Больше Ничего Не Существует После Этого Зачем Работать В Будущем Мир Мир Этот Мир И Так Далее И Это За Что Мы Должны Жить В Этом Мир Будь Устакониться Здесь Быть Сильним Здесь Я Беру Что Будь Пастухом Пастухи Это Тот Профессия Которой Все Наши Протцы Взяли И так Далее И Этот Вещь Который Давал Человеку Быть Именно Отдаленный От Людей И так Далее Чтобы Мог Задуматься И так Далее Чтобы Очистить Именно Свои Мысли Чтобы Он Мог Общаться С Творцом Чтобы Было Пророчество И так Далее Делать Его Одно Место Другом То Что Жизнь Это Все Времени Идет Одно Место Именно Другое Место Дорогие Друзья Это Есть Тоже Самый Корень Который Яков И Эсова Этот Мир Или Будущий Мир Этот Мир Или Будущий Мир Эсов Говорил Есть Только Этот Мир Яков Говорил С Другой С Тороны Нет Есть Будущий Мир Есть Жизнь После Смерти Есть Будущее Есть Все Все То Что Нас Именно Ждет И Это Фундаментар Именно Разница Которая Есть Между Эсовом Яков Яков Хотел Вам Прочитать Благословление Которое Яков Дорогие Друзья Получает От С Ицхака И Как Он Объясняет Все Благословления Мы Увидим Тут Невероят Именно Вещ Говорит Пер Гидраблезер Ахарит Довар Мир Шито Хорошо В конце То Что Будет В конце Чем Говорит Сейчас То Вахарит Это То Что Кохелед Пишет Первое Благословление Которое Тора Описывает Нам Когда Была Эсов Яков Все Это История Первое Благословление Которое Ицхак Благословляет Яков Алталелей Шамай Ви Алдакан Ха Арец Это Было На Благословление Этого Мира Он Благословил Якова Нас Всех Евреев Он Благословил Именно Материальными Этими Земляными Благословлениями Этого Благословления От Ицхака Шен Немар Вейтен Леха Элоким Митала Шамай Абрахот Ахронот Аперед Как Ицхак Отправляет Якова Штоб Он Пошел К Левану Штоб Он Нашел Там Жену Эти Благословления Дорогие Друзья Абрахот Ахронот Брахот Иесот Олам Последнее Благословление Он потом Благословляет Ему Благословляет Таким образом Это Иесот Олам Это основа Говорит Сего мира И нету У него Он Не останавливает Эти благословления Нету Он не ограничен Ни к чему Ни в этом мире Ни в будущем мире Благословление Которое Получил Яков От Ицхака Эти были Две благословления Первые Из-за этого мира Чтобы было У нас Материальный мир В этом мире И Второе Благословление Он благословил Вечные Благословления Которые Придет После Прихода Машеха И После Именно Воскрешения Мертвых И Не только Это Добавил К нему Все Благословления Которые Творец Благословлен Авраама Тоже Кому дал Тоже Ицхака Тоже Яков Все Благословления Берхот Авраам Тоже Передал Все Яков Когда Все Благословления Дорогие Друзья Будущем Мире Будущем Мир Который Придет Потому Что Сейчас Объясняем Наши Мудрец Мудрецы Эти Четыре Галют Галют Которые У нас Есть Которые Находимся Четыре Изгнания Ицхак Авин Прекрасно Видел Из-за Этого Он не мог Вечно Благословление Благословлять Нас До того Как мы Живем Сейчас В этом Галют В этом Изгнании Но Сейчас Ицхак Авин Благословил Нас Благословлениями Чтобы Мы Могли Здесь В этом Мире Иметь Материальные Состояния Для того Чтобы Достичь И подготовиться Для будущего Мира Не Чтоб Устаканиться Здесь И быть Здесь Целью Именно Зарабатывания Денег И паранозы Благословления Чтобы Быть Здесь А Все Для того Что Использовать Для Служения Ашема Чтобы Достичь Именно Будущего Мира Каждая Митцва Которую Мы Делаем Каждая Заповедь Каждая Цитака Каждая Хезет Каждая Соблюдение Шаббата Кашут Все Абсолютно С целью Именно Будущего Мира Это То Что Мы Верим Это То Что Есть Вся Еврея Сто Дорогие Друзья И Наслаждаться В этом Мире Правильным Образом Тоже Да Тоже Через Тору Но Это Еще Не Весь Благословление Которое У нас Есть Дорогие Друзья Еврейскому Народу Ждет Гигантские Благословления После Прихода Машиаха И Все Благословления Полноценности Которые Написаны В Торе Это Все Придет Только Ахарит Амин После Того Как Эса Уйдет С этого Мира И Все Благословления Придет Именно Тогда И Это Есть Весь Мир Дорогие Друзья Посмотрим Вокруг Кто-то Говорит По Будущему Мире Есть Жизнь После Смерти Есть Никто Только Этот Мир Здесь Трое Здесь Будь Больше И Так Далее Кто-то Думает О Морали Кто-то Думает Об Этому Только Еврейский Народ Маленькое Количество Людей Маленькое Приходим Слушать Слова Торы Слушать Тор Слав Восхвалять Ими Ашема Приходим Синагогах Молиться Именно Потому Что Мы Верим Об Этому То Что У Нас Есть Будущее После Этого Есть Будущее После Этого И Дорогие Друзья Что Мы Думаем Кто В конце Крация Выигрывает Понятно Кто Выигрывает Но Вы Знаете Что Прошел Вайшлаг Когда Яков Кто Это За Дети Объясняет Наши Мудрецы И Говорит Эсам Он Не Понял Веже Мы С тобой Договорились Этот Мир Меня Прилежит У Тебе Есть Богатство У Тебе Есть Дети У Тебе Есть Такой Нахас У Тебе Есть Такой Еврейский Шастя У Тебе Есть Такие Святые Дети Веже Этот Мир Меня Прилежит Шалом Сказал Его Яков Когда Идешь По путям Ашема У тебя Будет И этот Мир И будущий Мир Ты Нигде Не Проигрываешь Сказал Ему Яков Это Есть Мой Дорогой Ходи По путям Ашема В этом Не Был Только То Что Ты Будешь Да Есть Тяжело Иногда Ты Должен Привести Что То Когда Виши В Жертву Чтобы Дости Великих Вещей Просто Так Не Принимается Но Знать То Что К чему Наши Действия Именно Связаны К чему Наш Будущее К чему Наша Реальность Каждый Вдох И Выдох Каждое Наше Поведение Есть Связь Гигантская В нашем Будущем Мире Который После Смерти 120 Лет Есть Связь С После Прихода Времени После Прихода Машиаха С Прихода Машиаха И С Воскрешением Мертвых И Это Две Идеологи Дорогие Друзья В этом Мире Мы Задаем Вопрос Как Делиться Именно Мир Эти Две Части Или Мы Концентруемся Здесь Пить Кушать Строить Этот Мир И так Далее И Концентруемся Больше Ничего Нет Или Человек Понимает Что Мы Дети Авраам И Как Якова У 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 Мир Это Мир Не Конец Это Только Начало Это Только Коридор К Будущему Миру И Для Этого Было Дано Нам Все Заповеди И Это Тот Путь Который Якова Вину Посмотрим Отдает Весь Его Жизнь Он Рискует Всеми Вещами Чтобы Получать Этот Путь Чтоб Этот Путь Не Достался Эсово Чтоб Этот Злодей Не Был В этом На Пути Может быть Он Будет Маратом Ахпелля Как Может Эсов Будет В Храме Служить Он Рискует Всеми Абсолютно Мудрец Описывает Как Он Молился Молился Чтобы Получать Эти Благословления Чтобы Получать Его Бехорство Чтобы Получать Первенство И Каким Чудесным Образом Получает Потом И Ривка И Становится Слепым Только Для Того Чтобы Все Эти Вещи Именно Вышли Так Как Оно Вышло Дорогие Друзья Он Отдает Все И Весь Все Эта Вещь Именно Раз Эти Цели И Это То Что Мудрец Тор Описывает Две Королевства Две Абсолютно Разные Философии Две Абсолютно Силы Которые Есть Именно В этом Мире И Это Есть В каждом Доме В каждом Индивидууме В каждом Именно Месте Где мы Живем Должен Осознавать Что Это Есть Куда Мир Именно На две Части Разделенный Или Так Или Так Дай Бог Что Мы Ходили По Путям Который Избрал Наш Протет Яков Путь Авраама И И Что Мы Были Всегда Проближены На Творцу И Так Яков Подержал За Эки Вам Что Мы Где Мы Сейчас Находимся Дорогие Друзья В конце Дней Творец Исполнял Свои Обещания И Привез Нам Наше Время Уже Что Мы Нашими Глазами Увидели Машьях Циткель Вам Инкарнирацион